Круглый стол Мы постоянно в последнее время, ввиду современной ситуации напряженной про вирусные инфекции, обсуждали, взаимно обогащались и продолжаем обсуждать. И решили немножечко систематизировать вот эти все обсуждения по противовирусной терапии и то, что рядом с этим находится, и в открытом эфире обсудить. Значит, у нас у Олега Букарыча есть презентация для того, чтобы как-то вести, но форма общения будет довольно свободная. Я надеюсь, что Олег Букарыч не будет обижаться, если я буду перебивать и что-то уточнять. Нет, нет, Бога ради. Да, это нормальная ситуация, это обсуждение. Предваряя, я хочу сказать следующее. Вот, к сожалению, такая еще советская и теперь уже российская традиция, мы так все обучены, приучены, что если есть заболевание, то на первом месте стоит этиотропная терапия. Мы, как только, если речь идет об инфекционном заболевании, то это уж точно этиотропная терапия. И вот касательно вирусных инфекций, здесь ситуация немножечко другая. Почему она другая, это будет понятно из нынешнего обсуждения. Но она, в общем, понятна и до этого была о том, что не очень большие возможности, к сожалению, в силу определенных особенностей для этиотропной терапии есть. Если вы посмотрите международные рекомендации по лечению острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, международные, то там не обсуждается вообще противовирусная терапия или обсуждается очень мало. И на первом месте симптоматическое лечение. Это признание нынешней ситуации. Если вы посмотрите наши рекомендации, старые рекомендации, там идет противовирусная терапия, все, что ей сопутствует, только потом симптоматическое лечение. Мне кажется, нужно признать очевидное на сегодняшний день, смириться с ситуацией, несмотря на все наши желания. Я должен сказать, что в нынешней эпидемии есть и положительный момент, потому что такого рода события всегда являются толчком для исследователей. Они являются толчком для каких-то направлений исследований, и я надеюсь, что в этом смысле будут достигнуты определенные успехи. Посмотрите, посудите сами, Олег Букавлович будет об этом говорить. Буквально несколько лет назад казалось невероятным создание антиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ-инфекции, для лечения гепатитов вирусных. Но буквально на наших глазах произошла, в общем, по сути дела, революция в противовирусной терапии. Да, эти препараты пока дорогие, да, эти препараты пока еще недостаточно, скажем так, изучены, но появилась серьезная надежда. И я надеюсь, что и для респираторных вирусных инфекций, а это самые серьезные, это самые частые вообще заболевания, считается, что более 2 миллиардов людей ежегодно страдают различными респираторными вирусами инфекции. И видов этих инфекций более 200, вирусов более 200, конечно, есть более частые, конечно, риновирусная инфекция на первом месте стоит, конечно, мы замечаем грипп, мы замечаем сезонный грипп, мы замечаем эпидемический грипп и так далее. Но надо помнить, что там огромная линейка вирусов, и среди них есть коронавирус, и коронавирус пришел не первый раз, вернее, он был всегда, он всегда существовал, но он выплеснулся в так называемую МРС-инфекцию, в САРС-инфекцию, сейчас вот нынешнюю эпидемию COVID-19. Это естественное течение процесса, это мутация вируса, так же, как вирус гриппа приходит периодически, есть сезонный грипп, есть эпидемический грипп, но есть в истории человечества чудовищная вещь, есть испанка, которая считает, что это вирус H1N1, то есть эпидемический грипп, который по разным оценкам унесло от 50 до 100 миллионов человек. Было трудно посчитать, поскольку это была первая мировая война, гражданские войны. Там в Индии очень много народа умерло, где просто не учитывали действительно эти потери, и я сейчас мешаюсь, потому что испанка, ладно, это там 18-20-е годы, а грипп Гонконг, там же более миллиона людей погибло, тоже огромные были потери. Примулый грипп, очень большая летальность, высокая. Вот сейчас мы говорим о том, что не самая высокая летальность у коронавируса, это действительно так, у него достаточно низкая летальность, он опережает только сезонный грипп и уступает значительно эпидемическому гриппу и другим более привычным. Но почему он опасен оказался? А он оказался опасен по одной простой причине, что период заражения очень большой. Если передача вируса гриппа идет только от больного человека, это 3-5 дней максимум, и он может заражать близких людей, то здесь какая-то непонятная устойчивость вируса, прежде всего, во внешней среде. Для меня, честно говоря, не очень понятно, я немножко понимаю, как устроен вирусная частица, и как она выживает по 4-5 дней, а то и больше, вот это не очень понятно. Кроме того, источниками заражения являются люди не с явными симптомами, а практически бессимптомные, и даже сейчас обсуждается вопрос, что и выздоровевшие. Вот за счет этого сформировалась пандемия. И, конечно, боюсь прогнозировать, я не гадалка, что называется, но потери будут, конечно, человеческие не столь большие, но ущерб, и мы видим это прекрасно, будет значительнее. Теперь, о ходе нашей еще небольшой дискуссии, пожалуйста, вы в процессе можете подготовить вопросы. Мы в конце дадим обязательно время для озвучивания этих вопросов и ответим на все интересующие вас вопросы в меру нашего понимания. Олег Павлович, пожалуйста. Дорогий Игоревич, спасибо. Добрый день, дорогие коллеги. Действительно, хотя профессор Малявин довольно цинично заявил, что в тандемиях есть что-то положительное, но, возможно, это так оно и есть. Потому что, что мы, в общем-то, знали до последнего времени о респираторных вирусных инфекциях, именно о возбудителях их. И посмотрите, сколько стало известно, сколько нового. Вот сейчас я забегаю вперед, я просто в самом конце сегодняшнего разговора покажу, какие исследования проводятся. Но вот на сегодняшний день на сайте clinicaltrials.gov зарегистрировано уже 236 разных исследований, клинических исследований по всему миру. То есть, представляете, какая реакция и какая вовлеченность. Олег Павлович, простите, это исследования по уже имеющимся препаратам? Это исследования и по имеющимся препаратам, и по новым препаратам. То есть, это исследования, в которых сделали попытки так называемого перенацеливания, или repurposing, есть такой английский термин, перенацеливания имеющихся препаратов. И есть уже новые препараты, которые на самых-самых ранних стадиях и новые подходы к терапии этих больных изучаются. Но мы об этом действительно обо всем поговорим. Особенность вируса, да, он очень хитрый оказался. Потому что вот была Мерс-эпидемия, колоссальная летальность была, 34% летальность. Но она вспыхнула, и она сразу же заглохла. Потому что, ну, это был такой очень примитивно устроенный вирус, примитивно устроенным вирусным модусом Виверинди. Он убивал своих носителей, и, соответственно, у него было мало шансов распространиться. Этот вирус... Вот я немножко мешаюсь, потому что считается, что один из механизмов защиты – это гибель клетки. То есть, клетка не передает дальше вирус. То есть, вот эти летальные вирусы, они, в принципе, не очень... Они убивают своих хозяев. Они убивают хозяев, они взрывают клетку. Они взрывают клетку, они убивают хозяев и дальше... Да, а вот вирус, например, когда вирус встраивается в ДНК, это гораздо более хитрые вирусы. Они существуют с нами, они существуют с нами, я не знаю, там, тысячелетиями, десятки тысяч лет, возможно. Это вирусы, которые онкологические инфекции приносят. И, опять-таки, ВИЧ-инфекция, в чем вот ее, собственно, хитрость и подлость. Потому что она же живет с нами, и она убивает своего хозяина очень позже. Это только вещь, мнение как бы актуально, но Эпштейн-Барр, кстати, да. Эпштейн-Барр, классическая ситуация, когда встраивается, влияет на работу иммунной системы, создает в себе благоприятные условия для персистирования. Да? Ну вот, и действительно, у нас очень плохо и слабо было до последних лет развита именно таргетная терапия вирусных инфекций. То есть, с вирусами вообще было достаточно сложно бороться. Они, ведь это хитрая штука, они находятся на краю жизни. Это вообще живая форма, это или нет, об этом до сих пор ведутся споры. То есть, самостоятельно они не имеют никакого обмена. Они не живут вне своего носителя. Они вне своего носителя, ну просто существуют. Не, ну какое-то время-то они передастся. Они существуют. И, кстати, одна из подлостей этого вируса, на чем он, оказывается, очень долго хранится, на металле, на пластике. Вокруг нас огромное количество алюминия, вокруг нас огромное количество пластика. Идеальная среда оказалась для этого вируса, который просто сохраняется на нем больше-больше суток в достаточном количестве, чтобы произвести инфицирование. Вот одна из причин, да, почему говорят, мойте руки. Ну вот потому что. Так вот, возвращаясь к вопросам как раз терапии. Препараты противовирусные, селективные противовирусные, они же начали разрабатываться, но относительно не так давно, там 2-3 десятка лет развития, собственно, этой терапии. Вот смотрите, что нам надо сделать, чтобы получить какой-то более-менее успешный препарат. Во-первых, этот препарат должен быть важен в жизненном цикле вируса. В первую очередь на ранних стадиях, то есть пока не произошло его размножение в большом количестве. Но мы должны найти именно мишень, которая для вируса важна. Проникновение в клетку, его репликация вируса, любую мишень. И самое главное, эта мишень должна быть неисходна с человеческим белком. И дальше мы долбанем по площадям, что называется. Опять-таки, давайте учитывать. Например, когда разрабатывались первые цитостатические препараты, было четкое понимание. Нам надо убивать клетки, которые быстро делятся. И мы выбирали меньшее зло. Да, мы получали нарушение кроветворения. Мы получали проблемы со стороны эпителия желудочно-кишечного тракта. Но здесь исход был понятен. Если не лечить, то исход будет трагический. А с вирусами другая немножечко история. Мы не можем сейчас взять и разработать против сезонных вирусных инфекций препараты, которые обладают очень большим риском побочных эффектов. Просто потому, что большинство людей, и даже большинство людей, инфицированных Саркор-2, Ков-2, они восстанавливаются сами без какого-либо лечения вообще. Поэтому, чем дальше этот препарат будет иметь отношение к человеческому организму, то есть именно к человеческим структурам, тем лучше. Ну и, наконец, идеальный вариант. Мы должны разрабатывать препараты, которые характерны для группы вирусов. Это, по-моему, самая большая бомба для всего. Это проблема, потому что, вот вы сказали про риновирусы. Последнее руководство, которое я читал по фармакологии, вот именно по противовирусным препаратам, там было написано, что существует 69 риновирусов человека. Это руководство 3-4 лет недавно. Я думаю, что сейчас уже больше. Уже сейчас их больше. То есть, конечно, идеально было бы разработать, а давайте разработаем препараты, которые, одни, чтобы он пил риновирус, против коронавируса. Универсальные. Да, мы сразу решим вопросы Мерса, Сарса и Ковида. Но, с другой стороны, вирусы, они именно за счет экономичности своего устройства и очень большого количества, очень большой скорости раздражения, они же тоже эволюционируют. Они очень здорово приспосабливаются к лекарственным препаратам. Я покажу дальше, каким образом лекарственные препараты, которые в свое время давали огромные надежды, они потом не справлялись, как вирус уходил из-под их влияния. Это с колесикой. И теперь еще один момент. Смотрите, что мы сейчас имеем? Вот у нас какие препараты хорошо разработаны? Вот лечение герпеса. Целая куча препаратов, да? А лечение ВИЧ? Ну, это вообще, я когда начинал учиться в мединституте, только вот появились, там, в 85-м году я прочитал на первом курсе первую статью в журнале «В мире науки про СПИН». Да, и тогда казалось, что ВИЧ – это какой-то приговор. А сейчас что мы имеем? Это никакой не приговор. Просто люди, которые живут с ВИЧ, они умирают от совершенно других вещей. Они доживают до своих инфарктов, инсультов, раков и так далее. И это не саркома капоши. Это совершенно… То есть, они ведут совершенно нормальную жизнь, находясь на постоянной антиретровирусной терапии. Это в идеале. Ну, это в идеале. Когда-нибудь доступно. Да, но мы сейчас не будем в вопросах фармакоэкономики. Я клинический фармаколог, а не экономист. Гепатита Б и С тоже сравнительно недавно. Вот сравнительно, действительно, революционная. Да. Сопроцентная практически. Да. А вот теперь, смотрите, у нас существует куча вирусных заболеваний, которые… Одну секунду. Вы так оптимистично поставили герпес. Ну, герпес, во-первых, он неоднородный, герпес у несковидов. Ну, да. И вот в каких случаях антиретровирусная терапия против герпеса все-таки применяется? Ну, наверное, не стоит назальный, лобиальный герпес лечить. Это зависит от ситуации. От ситуации. Даже не генерализации, а именно от проявлений. Просто яркие клинические проявления. Мы же ветрянку не лечим, это тоже герпес. Ветрянку нет, потому что она… Ну, а в слову детей, ветрянка, ну что это, факт биографии, да? Ну, да. Их и красить зеленкой не надо. Да, у взрослых это проблема. А у взрослых может быть проблема, смотрите, лобиальный герпес, одно дело, там, ну, вскочило несколько прыщиков, ну, мешает целоваться, потом прошло. А другое дело, когда губу выворотило просто наружу. Либо есть пациенты с лобиальным герпесом, у которых, например, лобиальный герпес возникает вследствие, ну, скажем, вследствие инсоляции. То есть, вот, там, девочка с лобиальным герпесом, она проезжает, не знаю, на морской курорт, она знает, что у нее через три дня будет обострение. И она может принимать эти препараты даже с целью профилактики. Ну, а как вы считаете, вот все-таки инфекционный мононуклеоз, тоже герпесовирусная инфекция, стоит ли применять противовирусные препараты при обычном течении? Вот, честно говоря, у меня здесь ответа нет, потому что нету данных исходов. Это заболевание, которое очень, во-первых, стерто протекает, и во-вторых, во многих случаях, и во-вторых, мы не знаем, иногда инфекционный мононуклеоз находится случайно просто. Да, конечно. В связи с случайных исследованием. Конечно. Когда вот ищут уже все-все-все причины, находят инфекционный мононуклеоз. И я, кстати, в жизни, я в клинике очень мало сталкивался именно с инфекционным мононуклеозом, но я не уверен, что при многих проявлениях инфекцированность Абштейн-Бара, она определяет клиническое течение. То есть, это, возможно, просто параллельные процессы. Мы не можем уверенно сказать. Я в таких случаях иногда использую перефразированное выражение Козьмы Пруткова, не все среди, что растет. То есть, не все лечи, что есть. Я прошу прощения. Нет, ничего, здесь просто я говорил о том, что эти вирусы, они действительно в области лечения этих вирусов мы сильно продвинулись, потому что это стало проблемой современного общества и, в первую очередь, первых стран. И у нас есть болезни, которыми европейцы, скажем, не болеют. Слава Богу. Пока. Лихорадка Эбола. Вот в тот момент, когда была вспышка лихорадки Эбола, 14-й год, мне кажется, 18-14 года, то есть, весь мир встал на уши, потому что лихорадка Эбола, это очень серьезно. Там литальность больше 60%. Высочайшая литальность, да, мы там потом утешали себя, что при должном уходе, гидратации, там, но все равно 20-25% даже в госпиталях была литальность. Пошли исследования. Та же самая лихорадка Денге. Вы когда-нибудь слышали про лихорадку Денге? Нет, я слышал это древнее заболевание. Жирафовая лихорадка. Да, это не новое заболевание, оно, в общем, достаточно давно. Но не проблема, поэтому... Да, не проблема мирового масштаба. Да, лекарства ищутся, ну, так, я не могу сказать по-остаточному принципу. Вяло. Не очень хорошее слово, но, скажем, вяло. Потому что компания, которая, ну, она понимает, что у нее, ну, может быть, не будет большого рынка сбыта. Ну, давайте так скажем. Разработка современного лекарства – это минимум миллиард долларов. Да? Да. Вот если идти по пути... 10, 15, 20 лет. Да, good clinical practice, вот если выполнять все, так сказать, то это не меньше миллиарда. Миллиард, а то и миллиарды. Да, причем успеха заведомо, коммерческого успеха в том числе, в общем, предугадать сложно достаточно. Особенно для не столь частых заболеваний. Совершенно верно. И опять-таки, кто будет платить, вот, например, за лечение лихорадки Денге? Ну, не африканские страны. Ну, вот правительство африканских стран... Нет. Да. Возникает большой вопрос. И все-таки сейчас действительно идет процесс разработки противовирусных препаратов, основанный в первую очередь на поисках мишеней. То есть, для того, чтобы разработать противовирусный препарат, мы должны найти какую-то мишень. Характеристики мишени я приводил. Она должна быть критической для жизни и размножения вируса. Она должна не совпадать с мишенью в человеческом организме, чтобы не навредить организму или минимально навредить. То есть, соблюсти баланс пользы и возможного риска. И, по возможности, эта мишень должна быть общей для каких-то вирусов. И еще один очень важный момент. Она должна не подвергаться, не быть объектом быстрых мутаций. Потому что, если в мишене происходит быстрая мутация, если это быстро мутирующая какая-то часть, вирус моментально ускользнет от этого лечения. Ну, кстати, в этом проблема противогриппозных препаратов на раннем этапе. Вот самый такой, наверное, первый таргетный, что называется, подход, это попытки были разработать ингибиторы вирусных ДНК полимераза. Почему с ДНК начали? Ну, просто герпес-вирусы. Большой вирус, хорошо изученный, самое главное... Ну, кстати, единственный побежденный вирус оспы, самый большой, самый гигантский параметр. Да, да. Вот, и самое главное, еще какое преимущество этих препаратов. Клинический исход, он виден, в прямом смысле виден, невооруженным глазом. Вот, вы можете просто оценить течение герпеса. И идея возникла, она достаточно такая, в принципе, простая, лежащая на поверхности. Вот, что называется, подсунуть вирусу дефектный нуклеозид. То есть, строить. Строить в него, дать ему вот его вот съесть, что называется, при размножении генетического материала этого вируса дефектный нуклеозид. Можно модифицировать либо углеводную часть, либо азотистые основания. Я покажу, как это было сделано. Потом появились ненуклеозидные ингибиторы, которые влияют на ту же самую мишень. Ингибиторы полимеризации тубулина, но здесь не очень пошло. Есть такое понятие антисмысловая терапия. Сейчас расскажу чуть больше. Вот, просто... Вот антисмысловая, конечно, очень... Вот, сейчас покажу. На самом деле, все очень просто. То есть, иногда, да, мы все это проходили в институте, но подумали, что, ну, это закончилось у нас в жизни, слава богу. На самом деле, эти формулы все же примитивны. Вот это вот дозоксигоназин, да, или дозокситимидин. Вот это вот нормальные нуклеозиды и для нас, и для вирусов. Они у нас общие. Вот ацикловир, первый препарат противогерпетический. Просто идет вместо дозоксирибоза сюда вот эта вот углеводная, вот такая вот цепочка подсовывается. Все. Вот он его съедает, что называется, он его начинает встраивать в себя. То есть, он как бы родной, да? Да, бабах, он определяет это как родной. Да, он встраивает его в себя, бабах, все. Дальнейший рост ДНК остановился. То же самое дозокситимидин. Зидаводин – это первый препарат, как раз-таки, для лечения вируса иммунодефицита человека, исторически. То есть, взяли тот же самый дозокситимидин, просто здесь вместо ОАШ приклеили вот эти вот три атома азота. Все. То есть, смысл такой. Мы подсовываем ему такой вот яд, ну не яд такой. Замещаем. Замещаем просто нуклеозиды на такие вот нуклеозиды отравленные, и все, дальнейшая панемеризация, процесс панемеризации останавливается. Так. Можно, это мы там с дозоксирибозой экспериментировали. Можем, собственно, с нуклеодидным основанием. Вот, например, трифлоридин. Вот взяли дозокситимидин. Вот сюда просто вот к этому медильному радикалу приклеили еще три атомов тоже. Угу. Все. А есть уже, видите, а вот здесь уже не похоже, да? Это уже не нуклеодидные, так называемые, ингибиторы. Просто за счет того, что они всасываются. То есть, это вот та другая группа. Да. Они связываются с ферментом, они останавливают активность этого фермента. Вот антисмысловой подход. Да, так интересно звучит. Да, вот поподробнее. Это просто берем некую последовательность, которая клеится к ДНК или РНК по причине комплементарности. Заменяем место просто. Да, да, да. Мы просто, она комплементарна ей. И все. И она останавливает за счет того, что она служит, ну, простыми словами, заглушкой. Затычка. 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 Она просто затыкает. Ну, это очень интересно. Вот это вот, ну, к сожалению, у нас пока только вот на уровне исследования вот этот подход реализуется. О, есть. Да? Угу. Так. А дальше, сейчас, конечно, вот появление вируса иммунодефицита человека и распространение этого вируса, оно привело к тому, что, пожалуй, это был расцвет синтеза противовирусных препаратов. Это же огромное количество противовирусных препаратов, именно связанных с лечением ретровирусов, вируса иммунодефицита человека. То есть, ингибиторы протеаза очень большое количество. Это ферменты как раз-таки вирусные, которые требуются ему для его существования, размножения, интеграции, глюкозидазы. А вот уже группа, которая касается, да, касается лечения гриппа. Да. И вот первые препараты, это были блокаторы М2-каналов, это группа адамонтанов. Это амонтадин, более распространенные в США, и ремонтадин, это уже советское. Начинали очень хорошо. Да, начинали очень хорошо. В чем смысл? Я не успел сделать картинку, я поэтому извиняюсь перед телезрителем, я сейчас на пальцах просто буду это объяснять. Это хорошо объясняется на пальцах. Короче говоря, есть такие М2-каналы, вирус попадает в эндосому. Он окутывается эндосомой, ему для дальнейшего размножения нужно проникновение из эндосомы ионов водорода, H+. И вот у него есть такие М2-каналы, механизм их действия до конца не изучен, но имеются данные, что по этим белковым М2-каналам просто начинают путешествовать вот так вот через них ионоводороды. В чем смысл молекулы ремонтадина? Вот она. Она просто, грубо говоря, затыкает этот канал. Вот она встает, но и все. Ионоводорода не может сюда проникнуть уже. Что делает вирус? Самая частая мутация в вирусе гриппа в одном из положений, забыл уже в каком, серин меняется на аргинин. В результате чуть-чуть изменяется конформация, этот канал становится широким. И затычка выходит. И затычка просто в нем не удерживается, не устанавливаются связи устойчивые ремонтадина или монтадина с этим локаром. Они практически ушли из быта, потому что тахифилоксия, сейчас это называется в клинике, то есть его действие практически в первые же сутки уже становится неэффективным. Скорость-то какая большая, принятие решения примитивным существом. Да, вот еще один механизм. То есть гриппу многим вирусам для проникновения в клетку нужны на этой клетке такие вот рецепторы, такие дверные ручки, двери, если угодно. Там сейчас COVID-2 проникает через асидовый фермент, адгензингородирующий фермент второго типа, и через одну из протеаз клеточных. У него две зацепки описаны сейчас на клеточной мембране. Соответственно, вирус гриппа... Кстати, прошу прощения, вот это как раз иллюстрация того, как эпидемия дала толчок исследованиям. Довольно быстро определили роль именно вот этих путей проникновения. Буквально прошло там два месяца, может быть даже меньше. Да, меньше даже, мне кажется, уже в январе были описаны. Это серьезное, глубокое исследование, оно было сделано. Да? Да. А грипп, он связывается с ялыми кислотами просто на поверхности клетки. Вот появились препараты группы ингибиторов нейроаминидаза. Это, собственно, фермент, который осуществляет эту связь. Азотомивир и изаномивир. Другой разговор, что... Да, они действительно, они эффективны. У них четко описана мишень, они дают эффект. Только против вируса. Да, но против вируса гриппа. Они не полипатентны. Они имеют очень узкие показания. И еще препараты непростые. Препараты, как, в общем-то, так как они все-таки воздействуют на уровне метаболизма сиаловых кислот, а этот уровень, он характерен для всего организма, они демонстрируют и системную токсичность. И поэтому для них сейчас достаточно узкие показания. Это тяжелое гриппозное течение. И, в общем-то, первые сутки. Но там есть же еще рекомендации ВОЗ. Совершенно недавние рекомендации ВОЗ, когда четко ограничивается азотомивир. У нас сейчас уже у населения, даже у врачей, сложилось, что вот грипп, давайте сразу мы дадим азотомивир. Но более того, иногда с профилактической цели, что вообще полная глупость. Поскольку нет просто нейроминидаза, на которую действует. Но резко ограничили. И почему ограничила ВОЗ? Не только сиаловые кислоты. Дело в том, что выяснилось, что оказывается, широкое применение азотомивира приводит при последующих заражениях к более тяжелому заражению. И такие работы проведены. И это послужило основанием по азотомивиру. Нет таких рекомендаций по азотомивиру есть рекомендации. Очень ограничен. Только у тяжелого госпитализированных больных. Ну, вообще-то, наверное, это действительно логично. Потому что, опять-таки, давайте вернемся к тому постулату, что большинство респираторных вирусных инфекций проходят сами по себе. В том числе и грипп. Да, в том числе и грипп, и H1N1, о котором говорят, как я не знаю, об инфернальном ныне. Страшилка. Страшилка такая. Поэтому, конечно же, широкое применение этих препаратов, оно не требуется. О применении препаратов с целью профилактики. Но это, конечно, полная глупость. И это очень большой вред. Как сериальная клиническая практика. Вот еще один интересный препарат. Комбинация лапиновира с ретонавиром. Это классический пример ретонавирного праздника перенацеливания. То есть, изначально комбинация была затеяна для лечения вируса иммунодефицита человека. Причем, тут еще какой есть момент. Почему-то там ретонавир присутствует. У ретонавира есть одно свойство. Он напрочь блокирует цитохром 3А4 печеночный, который как раз таки метаболизирует лапиновир. Соответственно, в результате этого блокирования... Это вспомогательное вещество, которое будет действующим лапиновиром. В этой комбинации призвано к тому, чтобы продлить и увеличить системную экспозицию именно лапиновира. А я хотел задать вопрос, почему вдруг такая комбинация. Вот смысл комбинации именно во многом в этом. Но, опять-таки, мы... Да, действительно, сейчас китайцы первыми начали применять в Ухане и Шинчжэне ретонавир-лапиновир. Они получили неоднозначные впечатления, неоднозначные результаты этого применения. Потому что результаты противоречащие. Есть первые, результаты были обнадеживающие, потом, увы и ах. Но сейчас у нас нет ничего, для чего была бы эффективность доказана. Поэтому эти препараты воспринимаются... Ну, давайте все-таки попробуем, потому что данные еще не... Но в рекомендациях Минздрава они есть. Они очень осторожны. Осторожны, с оговорками. Без императива, без категоричности они есть. Но давайте все-таки, вот учитывая действие такого ретонавира, значит, гепатоксичность наверняка присутствует. Эти препараты а, гепатоксичны, б, цитохром-3А4, это печеночный фермент, который метаболизирует, ну, порядка 40% всех лекарств, которые метаболизируются в печени. А его блокада приводит к тому, что если параллельно применяются какие-то препараты, требующие печеночного метаболизма... А их большинство... Да, их концентрация может резко возрасти. Поэтому здесь необходимо, конечно же, при назначении ретонавира и лапенавира четко оценивать возможные лекарственные взаимодействия. Нужно просто посмотреть, какие препараты еще получает пациент. И в том случае, если эти препараты являются необходимыми, либо ретонавир и лапенавир как бы не являются препаратом выбора, либо, может быть, даже имеет смысл снижать дозу других препаратов. Хорошо. Вот можно, мы вернемся чуть-чуть назад, по поводу COVID-19, по поводу тех рецепторов, которые способствуют проникновению. Осетую. Вот это большая проблема. Мне, конечно, очень интересно, у китайцев возможность такая есть, исследовать. Людей, которые принимали ингибиторы АПФ, да, широко применяемые, наверняка пожилые люди применяли. И не применяли какие-то, так сказать, исходы у них. Им, возможно, так сказать, ролить ингибиторов АПФ с точки зрения профилактики. Что вы можете сказать по этому поводу? Я понимаю, что четких данных пока нет. Вчера, позавчера, 30 марта, в New York Journal of Medicine была опубликована статья. Действительно, уже проведен анализ, по крайней мере. Уже проведен. Да, уже проведен анализ. Первые результаты анализа. То есть, смысл какой? Наиболее тяжелое течение COVID-19 отмечается у пожилых людей. У пожилых людей чаще встречается артериальная гипертензия или сердечная недостаточность, которые требуют назначения ингибиторов АПФ или блокаторов ангитензиновых рецепторов 2. Соответственно, эти два факта находятся вместе. С точки зрения исследований их можно назвать вот сейчас как конфаундинг. То есть, здесь объединяющим фактором, влияющим на тяжесть течения, был все-таки возраст пациентов. То есть, именно возраст? Да. То есть, на сегодняшний день данных о том, что ингибиторы АПФ могут повлиять на тяжесть заболевания, либо на риск заразиться, на сегодняшний день убедительных данных нет. И, в общем, кардиологические общества даже выражают обеспокоенность, потому что последствия спонтанной, самостоятельной, необоснованной отмены этих препаратов могут повысить риски исхода именно с точки зрения кардиологической патологии, кардиальной патологии. Здесь еще один момент. Дело в том, что ангиотензин-2 в легких, то он больше всего представлен. Но, кстати, в реализации воспаления, в том числе легочный, чуть не первое место занимает. Мы сейчас это понимаем. И это интересно вообще на самом деле. Потому что что такое ОРДС, а в основном дело в тяжелых ситуациях с островом респираторном дистроитном синдромом, это массивное воспаление. Это огромное воспаление. И очень бы хотелось, конечно, чтобы ингибиторы АПФ немножечко его приглушили. Но эти данные разочаровывают. Пока, скажем так, на сегодняшний момент это разочаровывающие данные. Более того, мы сейчас столкнулись, вообще я уже говорил, насколько вирусная рассылка и вирусная непроверенная информация может оказаться опаснее вируса. Потому что сейчас все друг другу пересылают либо всякий бред, либо даже с обупрофеном была история. Когда на один день ВОЗ действительно на основании репортов, пришедших из Франции, рекомендовала отказаться от обупрофена и вообще от препаратов ингибиторов циклоксигеназа. Потом эта рекомендация была отозвана, что называется. Она исчезла с сайта ВОЗ. Но мне уже неделю мои какие-то знакомые, причем люди с медицинским образованием, с высшим медицинским образованием пересылают образец машинного перевода вот этого вот репорта, вот этого французского Минздрава, самого первого. Там перевод такой, ну полуграмотный, я бы даже сказал. Ну как полуграмотный, как могли бы гуглом, так и перевели. И вот эта вот рассылка идет. И по-прежнему спрашивают, а что делает там кто-то, у кого-то непереносимость парацетамола. Что, нельзя теперь ибупрофен? Ну, все-таки давайте напомним, если уж мы эту тему затронули, она немножко выходит за рамки противовирусной терапии, но тем не менее, это вот та симптоматическая терапия, которая во главе сейчас, может быть, стоит. Значит, вот ситуация ибупрофена. Надо напомнить людям, что это небезопасный препарат. И не только с точки зрения влияния на слизистую желудка, но и те же гипертоники. Гипертоники в первую очередь, да? Нет, любые ингибиторы цикла оксигеназа, это препараты, которые, ну, по возможности следует избежать. Это симптоматическая терапия, разовая терапия. Разовая. Но вот регулярно, ведь у нас же в реальной клинической практике люди, извините, начинают горстями есть эти препараты, а для гипертоник это опасно в первую очередь. Да, естественно. И парацетамол. Загадочное лекарство, загадочное, совершенно не входящее, так сказать, ни в группы НПВС. Это анальгетика, антипиоретика, преимущественно центрального действия, для которого механизм, самое интересное, точно не описан. Возможно, смешно, реализуется через канобиоидные рецепторы. Ну, то есть центрального действия. Это центрального действия. Это снимает боль, снижает температуру. Всё, он не обладает противовоспалительным эффектом. Вот это вот я хотел услышать. Но у парацетамола у него выражены, ну, как выражены, у него есть всегда риск гипототоксического эффекта. Это я к тому, что у нас же после этих рассылок, что действительно напрягает. У нас же народ ломанулся в аптеке, у нас же начали выносить просто весь парацетамол. Зачем? Не знаю. Куда они его денут потом? Не знаю. А кто-то, говорят, начал пить его профилактически. Ну, безумие полное просто. Ну, во всяком случае, в любом случае, осторожность нужно соблюдать. Особенно в сочетании с другими гипотоксическими препаратами. И с алкоголем. И с алкоголем особенно. А также с некоторыми цитрусами, я напомню. Да, вот, грейпфрутом-то в частности. Ну, кстати, грейпфрут на протестамол не влияет практически. Не влияет? Нет, не влияет, да. А вот на метаболизм противовирусных препаратов он может очень серьезно повлиять. Через механизм? Через 3А4, да. Протестамол, он другим цитохромом метаболизируется. В основном 2А1. Вот тут вот с грейпфрутом можем быть спокойны. Ну, еще, честно говоря, влияние грейпфрутового сока, оно не то чтобы очень преувеличено, но вот это вот то, что у нас продается в магазинах, это G7 или что там. Это трудно назвать. Да, мы говорим именно о грейпфрутах, а с преживым же грейпфрутом в соке. Да я вас понял, давайте вернемся. Ну что, это наше все, да, это умифеновир, который орбидол. Ну, назовите уже, да, это орбидол. Да, это действительно препарат, который, в принципе, распространен в двух странах. Россия, Китай, он применяется в России и в Китае. Для препарата, опять-таки, изначально была описана одна основная мишень, это гемаглютинин вирусов, именно гриппа все-таки. А почему гемаглютинин? Я не знаю, почему он связывается с ним. Ну, это один из способов... Почему он был выбран как мишень и гемаглютинин? Это один из способов связывания вируса гриппа с клеткой. То есть, помимо, наверное, газа проникновения. Помимо сиалового кислоты, гемаглютинин, да. Так, понятно. Вот. А в чем особенность этого препарата? Ну, да, действительно, распространенный не значит хороший, сразу хочу сказать. Препарат действительно распространен. Препарат применяется очень широко, но по нему количество исследований, оно не так уж велико. Самое главное, вот смотрите, это взято из Драгбанк ресурса. Этот препарат дает 33 разных метаболита. Вот их перечень. Можно зайти на Драгбанк и посмотреть формулу каждого метаболита. И это только описанные метаболиты. Они, кстати, не описаны на инструкцию на этот препарат. Мы не можем уверенно сказать, какие из этих метаболитов обладают каким действием. Потому что это опять не изучено. Очень сложная структура, она очень много, ну, активных центров, различных реакций, которые могут происходить с этой молекулой. Она может распадаться на, вот, например, ну, тут может быть какой-нибудь иминный, например, который может обладать гипотоксическим действием. Мы очень многого о нем не знаем. И проблема этого препарата, во-первых, состоит в его малоизученности, его метаболитов, ну, и, во-вторых, в том, что переносить, где его описали механизм, этот механизм, как и для азолитомивира, в принципе, изначально был ориентирован на вирус гриппа. Переносить его на риновирусы, на коронавирусы. Там, где другие механизмы прикрепления. Где другие механизмы прикрепления, но пока что убедительных оснований нет. Но попытка была сейчас применять коронавирусные. Да, попытка была. В Китае было проведено, ну, несколько исследований. Сравнивали с лапиновир, ретановир, с фавипиравир. Результатов не получили различий. Но давайте скажем сразу. Пока что это были очень короткие исследования. И нельзя сказать, что полученных данных достаточно для окончательного вывода. Потому что мы сейчас хватаемся за каждую соломинку. Мы пытаемся перенацелить любое имеющееся противовирусное лекарство. Не исключено, что для каких-то лекарств мы действительно это найдем. Сейчас этот препарат... Продолжается, кстати, исследование этого препарата при коронавирусе. То есть данные будут появляться. Они будут появляться дальше. На сегодняшний день убедительных данных пока по эффективности у мифеновира при COVID-19 не существует. А при ГИПе? Ну, смотрите, были исследования в Китае, было исследование арбитра. Вот я, честно говоря, с результатами исследования арбитра так глубоко не разбирался. Его очень сильно покритиковали. По качеству исследований? Да, по качеству исследований. Вот я тоже это... Вот. Я не буду сейчас лезть в это исследование. Честно, я не буду арбитром. Не буду арбитром. Арбитром, я не готов сейчас обсуждать его результаты. Ну, по крайней мере, какое-то исследование там было. Там 400 человек, что ли. Вот еще, например, попытки применения препаратов. Как уже против вирусов, риновирусов. Здесь уже капсид, связывающий агент. Риновирусы имеют характерный такой суперкапсид. Вот попытки просто предотвратить прилипание вируса к поверхности клеток. Да, повредить оболочку. Ну, вот они хорошо очень липнут у нас к верхним дыхательным путям эти вирусы. Риновирусы. Большое количество препаратов против гепатита С. Один из них вот интересен, это, например, рибавирин. Потому что для рибавирина тоже. У него очень широкий механизм действия. И для рибавирина тоже произведена попытка перенацеливания его на коронавирус. Ну, и технология микро-РНК. А вот препараты широкого спектра. Я взял широкого спектра в кавычки просто потому, что, ну, мы не можем уверенно... Ну, у нас нет такой реальной градации, что есть широкий спектр, что есть узкий спектр. Там и для антибиотиков мы говорим, там, антибиотики широкого спектра, которые действуют на большое количество бактерий. Здесь препараты широкого спектра, которые действуют на предположительно большее количество мишеней. Не на одну мишень, а на несколько мишеней. Ну, и сама суть вируса, вот эта индивидуальность каждой группы вируса, да, что, в принципе, попытка создать широкого спектра, то есть, ну, мне кажется, она такая не имеющая перспективы. К сожалению. К сожалению, пока что да. Просто вот почему, например, рибоверина, вот, фетитинтриофосфатаза, она, это термин, который характерен для многих вирусов и очень разных вирусов. Вот у рибоверина, вот у него другой аспект. Он действует на несколько разных механизмов размножения вируса. Ну, вот последний, практически универсальный механизм. А это да, это для РНК-зависимых, для РНК-вирусов, это один из универсальных механизмов как раз-таки их размножения. Потом интерфероны. Ну, действительно, такой нативный природный путь защиты от вирусов. Руки чешутся прям применить, да? Да, да. Ну, вот, и есть такое понятие индуктора интерферона. Вот это вот очень ускользающий как раз-таки от четкого описания механизм действия. Потому что, если что такое интерферон, мы более-менее разобрались. Это все-таки белковая структура, четко описанная, альфа, бета, гамма, мы имеем. Ну, давайте сразу говорить, это чужеродный белок. Ну, в принципе, если мы его привносим, то да, конечно. Да, и насколько, ведь для того, чтобы подействовал, так сказать, даваемый интерферон, должна быть определенная концентрация его. Высокая достаточно концентрация. Вот вопрос, вопрос, биологическая доступность этих препаратов. Ну, пролистаю просто. Ну, вот смотрите, вот смотрите, вот я сейчас листаю. Вот малые молекулы, да? Мы их можем применять для рост. Ну, маленькая молекула всосется. Да. Всосется. Всосется, хотя они и будут отдельно. Вот это большие молекулы, 20 тысяч килодальтон и больше. Вот это на речи. Вот эти здоровые молекулы, значит, как их вводить? Первый вариант, вводить внутривенно. Вопросов нет. В системный кровоток попадает, в системную экспозицию будет. А что рискуем получить? Это чужеродный белок. Переносимость интерферонов, это очень непростые препараты. Патологическая реакция, просто гипертермическая реакция. Совершенно верно. Опять-таки, представьте себе клиническую ситуацию, когда вы имеете тяжелого пациента с, по сути, системным воспалением. Вы вгоняете в него еще белок, вы рискуете усугубить системный ответ воспалительный. То есть, цитокиновый шторм можно просто вызвать. Вот это мы отдельно, чем мы вернемся. А теперь, хорошо, давайте... Хорошо, ну, вот эти различные способы, там, закапывание в нос, там, перектум. У нас задача, чтобы он прошел мимо протеаз. Потому что, если мы проглотим, он будет просто порезан протеазом. Конечно. Ну, на кусочке, и все. Как любой белок. Как любое мясо. Любое мясо, да. По сути. Вот, а если мы будем вводить перектум, тут такой момент. Можно ли достичь? Перектум, эпителий, там, ну, там, переходная зона есть на уровне линии Сарата. То есть, у нас от многослойного эпителия, через который вот такая молекула очень плохо проходит. Дальше переход в однослойный эпителий, кишечный уже. В однослойном эпителии есть одна особенность. Он метаболически активный, в отличие от эпителий слезистых и кожи. То есть, у него есть свои протеазы, а молекула здесь должна пройти. То есть, у него есть опекальная мембрана, она должна проникнуть через опекальную мембрану, через клетку и выйти через базальную мембрану, попасть в лимфу или в кровь, да? Поэтому, что с ним будет происходить, какова биодоступность? Биодоступность будет достаточно низкая. Может быть, будет идти в обход клеток? Может быть, через межклеточное пространство, но опять вот такая, что такая молекула уверенно придется через межклеточное пространство, я лично сомневаюсь. Да, иначе мы не выжили, если у нас проходной двор был бы для... То же самое, да, через попытки закапывания в нос. Ну, да, какое-то количество, да, действительно, слушайте, ну вот смотрите... Локально, может быть, и будет. Да, что-то там всасывается, нет, какое-то количество всасывается через слизистую носа. Она достаточно такая, рыхлая, пропускающая, конечно, молекулы, но опять количество, уровень биодоступности вызывает большие сомнения. А еще, а с ректуальным введением есть еще одна проблема. Там же часть пойдет через печень, часть по анастомозу, а часть через печень. То есть, по введению порта. Печень она тоже режет. Будет точно порублена. Точно так же, тоже порежет это все. Хорошо, возвращаемся к индукторам интерферона. Любимая тема. Ну, индуктор интерферона, действительно, такая тема довольно болезненная. Я просто скажу, что вот такие цифры даны, что за 19-й год российские граждане потратили на закупку индукторов интерферона порядка 70 миллиардов рублей. Миллиард долларов. Ну, вот я чувствую, что если я сейчас что-то начну говорить, я привыкну себе очень много врагов сразу же, потому что это огромный рынок. Давайте я сперва о более серьезных вещах скажу, а потом об индукторах. Да, хорошо. Все-таки, вот одним из примеров еще как раз перенацеливания препаратов многокомпонентного появляется вот два препарата, которые сейчас достаточно активно проходят изучение в плане воздействия на Сарков-2. Это ремдисмивир и фавипиравир. То есть, изначально ремдисмивир, это препарат, который был разработан, он имеет сходство с нуклеозидами, он изначально был разработан для терапии лихорадки и болот. И препарат воздействует именно на РНК вирусы. Ну, и одна из надежд связана именно с этим препаратом. А все началось с единичного случая его применения у пациента в Китае то ли 71, то ли 79 лет в очень тяжелом состоянии, которому дали этот препарат в качестве терапии отчаяния. И у него произошло излечение. Улучшение состояния излечения. Это имеется в виду, дали при COVID-19. Да, при COVID-19 он уже был там практически близок к аппаратной вентиляции. А файуперавир, это препарат японский, он изучен для очень многих вирусов. Ну, вот его в частности пытались применять, помните, была лихорадка вируса Зика, например, в Бразилии была. Его пытались применять там. Ну, вот сейчас с этим препаратом его тоже перенацелили на Сарков-2. Довольно простая молекула. Да, довольно простая молекула. И вот опять есть предположение, что он тоже самое подействует, наверное, к зависимому РНК-полимеразу. То есть эти препараты сейчас активно изучаются. Вот то, что мы говорим о том, что еще может быть. Рибавирин. Старый добрый препарат, который имеет очень большое количество точек приложения. На самом деле за счет большого количества точек приложения это его и недостаток. Мы не можем найти именно основную. Мы не можем найти основной РАС, и он системно действует на организм-2. Он просто тяжело переносится. Он может подействовать и на систему кроветворения, он вызывает побочные эффекты, связанные с печенью. То есть мало предсказуемо, да? С тошнотой. У него слишком много точек, куда он может влезть. Потому что, опять-таки, это препарат, который по сути своей является ложным нуклеозидом. Ну, похоже, да. И он, похоже, что включается в метаболизм, увы, не только вирусами, но и клетками организма, к сожалению. И это связано с его широким спектром побочных эффектов. Хотя, в пользу этого препарата, почему он появился в рекомендациях? Вот, изначально, когда вспышка возникла, очень богатый опыт его применения на кокле. Ну, прежде всего, гепатиты. Да, гепатиты. Он тяжело переносился, но при всем при этом, все-таки, он достаточно предсказуемый. Ну, все-таки, не менее тяжело, не более тяжело, чем пигелированные энтерфероны. Ну, да. Особенно терапия совместная с энтерфероном. Да, тем более, что, да. Да, это лихорадочные вот эти вот эпизоды. Да, гриппоподобные реакции. Ну, в общем, предсказуемый препарат, поэтому эффекта, похоже, у него все-таки, увы, опять-таки, нету по предварительным данным, но пытаются, попытались его применять. Ну, и подождает накопление данных, и тогда уже что-то бывает. Вот этот вот препарат с непроизносимым абсолютно названием. Ингавирин, да? Ингавирин. Ингавирин. Значит, в чем проблема препарата? Для препарата описано, опять-таки, воздействие, что он является индуктором энтерферона, честно говоря. Нет. Ну, я не знаю, как сейчас его позиционировать, потому что новые данные, как раз, не говорят о том, что он индуктор. Вот вы мне рассказывали, расскажите еще раз. Ну, я расскажу, это история очень долгая, там с 70-х годов был синтезирован как препарат для химиотерапии. Потом как-то достаточно случайно, я не знаю точной истории, значит, выяснилось его какое-то противовирусное действие. И он достаточно давно на рынке. Я всегда говорил и продолжаю говорить, что компанией неплохо было бы провести полноценные клинические исследования. Потому что был непонятный механизм его действия, при том, что клинические впечатления создавалось для лечения, прежде всего, не тяжелых инфекций, это не бронетанковые войска в борьбе с эпидемическим гриппом. Но при сезонном гриппе, при ОРВИ работает, работает препарат. И буквально года полтора-два назад, наконец, я не могу сказать полноценные исследования, были, по крайней мере, проведены исследования, которые показали механизм действия. Он связан не с индукцией интерферона, он связан с влиянием на интерфероновые рецепторы. То есть, обеспечивает, так сказать, работу более эффективную. Но это уже, по крайней мере, обнадежно. Потому что в настоящее время он зарегистрирован только в Российской Федерации. Я бы не ставил ставить на нем крест, именно с точки зрения безопасности, с точки зрения развития того цитатинного шторма, прежде всего, которого мы боимся, потому что мы будем еще говорить. Но это все-таки не интерферон. Это не интерферон. Просто, если посмотреть молекулу, молекула достаточно примитивная. Нет, молекула примитивная и безопасность там, в общем, довольно хорошая. Безопасность изучена. Безопасность достаточно большая. Я думаю, что это не тупиковое направление. Может быть, не сам препарат, а может быть, если деньги появятся у компании. Направление возможное. Интерфероновые рецепторы, воздействие на интерфероновые рецепторы, возможно, это мишень, кстати. Я единственное, почему я об этом препарате поморщился, увидев эту молекулу. Я просто захожу, просто почитаю про препараты. Я захожу на РЛС, официальная информация, все-таки регистр лекарственных средств. И вот информация. И там написано, что молекула у человека, фармакокинетика, не изучалась в силу того, что его нельзя определить. Что тут нельзя определить-то? Ну, это странная формулировка. И там, начиная с фармакокинетики, даны какие-то исследования с радиометкой, которые проведены на животных. То есть, насколько это можно перенести на человека. Поэтому это... Ну, это вопрос незавершенности. Это классическая модель, когда некая молекула, она просто толком не изучена, каким-то образом появилась на рынке. И просто идет эмпирический опыт. Потому что анригию очень хорошую. Ну, не знаю. Молекулы не нравятся. Нет, я ничего не имею против молекулы. Я имею против того, что я занимаюсь все-таки клинической фармакологией. Я хочу знать фармакокинетику препарата. Чем метаболизируется? Я тоже хочу. Да, все хотят. Я тоже хочу полноценных клинических исследований. Я понимаю, что это очень дорогое удовольствие. Ну, да. Но в конечном счете, если есть препараты, уже на рынке-то лет 20 точно больше. Больше. Ну, и вот еще один препарат. Саполимер Гасипол из карбоксиметилцеллюлозы. Называем торговое наименование. Кагоцилл, потому что просто он как бы вот под этим названием никто не поймет, о чем мы говорим. Значит, в чем суть? В принципе, изначально Гасипол был выделен из хлопкового масла. То есть, это вот эта вот молекула. Ну, там ее 2 энтемера есть. Его хорошо там поизучали, потому что вроде бы нашли, что те, кто используют в питании китайцы, которые используют в питании какое-то необработанное хлопковое масло для приготовления пищи, они там хуже размножались. И попытались сделать на его основе препарат, который влияет на мужскую фертильность, то есть, по сути, мужской противозачаточный. В общем, Китай эту проблему свою демографии с помощью этого лекарства решить не смог. А как-то в малых дозах, в общем, ничего не было в больших дозах, естественно, любая молекула, это яд, вопрос только в дозе, в больших дозах. Слушайте, она попахивает Евгеникой. Появляется токсичность? Нет, ну почему? Ну, противозачаточный препарат. Ну, мальчики шторые. Ну, это кожа не обратимого действия. Нет, нет, почему обратимого? Обратимого. Нет, обратимого. То есть, там описывали случаи на высоких дозах. Препарат хорошо действительно связывается с эпителиальными клетками, в том числе с клетками тестикул. В России тут возникла другая идея. Давайте его посадим на карбоксиметилцеллюлозу. То есть, таким образом, на карбоксиметилцеллюлозе получается молекула длинная, она просто не может пройти через гематотестикулярный барьер, соответственно, никакого влияния на тестикулы, на сперматогенез препарат оказывать не будет. Но по какой-то причине решили, что он стимулирует, опять-таки, выработку интерферона. Вот опять, данных убедительных каких-то не было, но препарат начал применяться. Появились результаты одного наблюдательного исследования, что вроде бы помогает укорачивать течение респираторных вирусных инфекций. По нему сейчас сказать нельзя ничего в отношении сперматогенеза, потому что какая-то война была, что этот препарат не стерилизует население Российской Федерации. Ну, бред какой-то, в общем. Ну, естественно, это бредятина. Другой разговор, что сейчас, на сегодняшний момент, я просто залез на ГРЛС, посмотрел регистр российских исследований, идет двойное, если порандомизированное исследование этого препарата при острых респираторных вирусных инфекциях. Оно еще идет, то есть набор там, судя по информации на ГРЛС продолжается, и данные, вероятно, по нему реально будут. Я понимаю сложности исследователей, всегда очень сложно качественное исследование провести. Именно в силу того, что вирусы очень разные. То есть, вот исследование при ОРВИ. Мы уже говорили в самом начале, какое количество вирусов, и что не может быть универсального. Первое, это какое количество вирусов, и второе, исходы. А что исходы ОРВИ? Как оцениваются исходы? Если там все вылечиваются. Да, когда говорят, что, во-первых, да, при ОРВИ вылечиваются практически все, даже без последствий. И что является конечной точкой? Когда мне говорят, что уменьшается плохое самочувствие на один-два дня, вы простите, тот же парацетамол на второй день или на первый день. Совершенно верно. Особенно, когда температура упадает чуть на три часа раньше. Да. Ребят, ну это какая-то такая точка. Это конечная точка малоубедительная. Совершенно неубедительная, да. Да, и на самом деле, конечно же, поэтому эти все исследования, они, может быть, все эти препараты, их нельзя просто подкрепить реальными клиническими данными. Потому что, увы и ах, цинично скажу, с COVID-19 мы имеем четкие клинические исходы. Да. Количество пациентов, у которых понадобилась искусственная вентиляция легких, сроки интубации, количество, время проведенное на ИВЛ, летальные исходы. То есть, вот это очень четкие конечные точки. К счастью, для других патологий у нас такого количества конечных точек, твердых клинических конечных точек нет. В общем-то, поэтому все эти препараты, ну, вот они немножечко висят в воздухе, да, у нас. Понятно. Ну, это можно... Ну, по интерферону мы уже поговорили, но я, понимаете, естественно, нельзя не обсуждать вопросы гомеопатии. Ну, потому что это, опять-таки, огромный сегмент рынка. Я, как клинический фармаколог, сразу хочу сказать, клиническая фармакология не занимается изучением нематериальных субстанций. Ну, аккуратно, аккуратно. Нет, потому что вот я эту цитату привожу из Огенри. Когда ты продаешь бедной женщине щепотку песка, чтобы сохранить ее лампу от взрыва, она просто начинает лучше ее чистить. А деньги она платит за то, что она спокойна. Лампа и так не взрывается. Ну, и спокойно, что она не взрывается. Вот, собственно, гомеопатические препараты, они, наверное, закрывают тот сегмент рынка, который работает с людьми, которые не согласны с тем, что насморк без лечения проходит за неделю, с лечением за 7 дней. И готовы верить во все. Ну, пожалуйста, тут, как говорится, вреда не вижу. Самое главное, четкое понимание, что ни один гомеопатический препарат, естественно, терапии заменить не может, не должен. И здравомыслящие даже врачи-гомеопаты, я знаю таких, они, в общем-то, и говорят, что, ребят, это... Ну, у вас такое благостное немножко отношение. На самом деле у меня это более резкое отношение, потому что, к сожалению, когда применяются фуфломицины, давайте так называть своими именами, сейчас уже устоявшийся термин, а это действительно фуфломицины, то есть препараты, которые в лучшем случае не вредят, но уж точно не превышают по своей эффективности плацебо, да? И на них тратится усилие, на них возлагаются какие-то надежды, не отсрочена нормальная терапия, в том числе и симптоматическая, и это не так безобидно, как кажется. Посмотрите, пожалуйста, я буду сейчас называть уже даже конкретные препараты. Оцилококцином, чуть ли не самый популярный препарат был в Российской Федерации по уровню продаж, да? Ведь это единственный препарат, который Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами пищевыми продуктами, где известно, признало мошенническим. Вот за всю историю существования. Действительно мошеннический препарат. Вот недавно Академия Хохлов, очень уважаемый человек, вице-президент Российской Академии Наук, известнейшей химии, специально провел исследование и не смог обнаружить в таблетках... А там и претензий нет, что там ничего не должно быть. В таблетках эргоферона ничего... Так там ничего не должно быть. Вот именно. Понимаете, вот эти вот ситуации, они не безобидные. Понимаете, это не просто вопрос... Это вопрос выбора. Пожалуйста, вы можете верить во что угодно. Но давайте так. Ведь у нас есть и дети, которым назначают эти препараты. К сожалению. У нас сплошь и рядом. Посмотрите, агрессивная реклама идет, в том числе и по телевизору. Аноферон, эргоферон, целококцин, а целококцин сейчас ушел уже из активной рекламной деятельности. Это что? Ну, давайте скажем так откровенно. Сейчас некий момент истины. То есть, вот действительно, потому что сейчас мы столкнулись с очень серьезной ситуацией. И я надеюсь, что включение этих препаратов в разнообразные рекомендации, как это было, когда мы жили в относительно комфортном и благостном, как выяснилось, в мире, господи, как все было хорошо. Мы могли себе это позволить. Сейчас это становится, ну, уже, мягко говоря, нечестно. Я не знаю. Я не хочу выбирать из других слов. Поэтому я оставляю. Я не рассуждаю об исследованиях, которые проводятся по этим препаратам. Может, гомеопатия тоже? Качество исследований. Я не рассуждаю. Просто я говорю, что клиническая фармакология не занимается нематериальной субстанцией. Это просто вот как бы в мое материалистическое восприятие мира, в мое мировоззрение это не укладывается. Меня в институте этому не учили. Да я не думаю, что только в институте. Я думаю, что ваш просто житейский опыт показывает, что это совершенно тупиковый путь. Хорошо. Несколько слов. Может быть, не совсем по тематике, но поскольку мы обсуждаем эпидемию. Значит, в последнее время большое количество и публикаций, и работ по поводу БЦЖ, вакцины Кальмета Герена. Да, необычная такая, действительно, необычную нашли взаимосвязь. А я сам, вот объяснить этот феномен я не могу. Ну, когда говорят о таком тренированном иммунитете с детства, не знаю. Это не о чем. Действительно. И даже вот интересные, например, результаты, когда показывают распределение заболеваемости по Германии, там гораздо более, вроде бы пока что благостная ситуация складывается на бывших территориях Восточной Германии, где БЦЖ больше привитых, чем в Западной Германии. Ну, не могу сказать, почему так. Другой разговор, что исследования уже начались, начали исследовать профилактическое воздействие вакцинирования в Австралии и в Нидерландах. Вот, по крайней мере, два исследования, а до начала двух исследований я уже слышал. Надеяться на то, что мы там, у нас же там в роддоме пребывают, по-моему, да? Ну, в первые дни жизни. Вот, да, в первые дни жизни. Надеяться на то, что у нас это вот, мы проскочим через это все, потому что опять появились такие шапкозакидательские настроения, типа, России это не страшно, потому что у нас все вакцинированы. Ну, ребят, наверное, это... Ну, я вот другой пример напомню, мы сегодня уже упоминали испанку, да? Вот статистика чудовищная по всему миру. По российской, ну, скажем, по России, тогда не было федерации, по России официально зарегистрированных в период пандемии, да, было 14,5 тысяч. При том, что это 18-й год, при том, что это в окопах сидят люди, при том, что это миграция населения, следствие революции и так далее, я понимаю, статистика врет, но не настолько же. Андрей Георгиевич, вот каждая книжка, которую я читал про гражданскую войну в детстве, там обязательно был какой-то барак, в котором все болели с испанкой. Вот в каждой книге. Тиф, тиф, тиф. Рассказали, что от 50 до 100 миллионов. Да, там очень... Ничего себе, да, такая дельта, 50 миллионов человеческой жизни. Вот опять-таки, Индия, там была колоссальная испанка. Кто считал? И я боюсь, что в России, ну, 18-й, 20-й год, кто там статистикой занимался? Я очень сомневаюсь, что это... Ну, я привел такие данные просто, я тоже не очень в них верю, потому что я думаю, что это дефект счета, что называется, да? Ну, с другой стороны, вот вы знаете, даже если вот это вот БЦЖ, может быть, это действительно срабатывает, но это так, это большой привет еще так называемым антипрививочникам. Ой, ну это особо... Потому что есть такая очень циничная шутка, антипрививочник, как вам демоверсионера без прививок? Да, хорошо. Ну, и буквально, чтобы, да... Обнадеживающая. Обнадеживающая информация, потому что из того, что мы пока перечислили, вот, в общем-то, не очень хорошие результаты применения противовирусной терапии, а сейчас огромное количество исследований. Вот я один из порталов здесь просто привожу, и по крейцком там есть такой хаб по исследованиям при COVID-19. Из того, что сейчас в мире активно исследуется. Гидросихлорохин или хлорохин с азитромицином или без. Механизмы, опять-таки, сейчас есть только предположительные воздействия этих препаратов. Сразу же хочу оговориться. А гидросихлорохин почему лучше? Он имеет предпочтительные именно фармакологические свойства. Он короче. Эти препараты, они достаточно тоже тяжелые. Они имеют побочные эффекты. Но этот препарат быстрее выводится. Хорошо. Азитромицин. Очень хороший препарат. Макролидный антибиотик. Но к нему снижена чувствительность уже во многих странах. Во-первых, мы говорим о снижении чувствительности бактериальной. Бактериальной, конечно. И почему он здесь вышел? Здесь есть предположение, что он влияет, возможно, каким-то образом и на вирусную термонию. Есть данные, это давнишние данные, что инвитро азитромицин подавлял репликацию вируса гриппа. Но что значит инвитро вирус гриппа? Вирусы живут в живом организме. Ну, в общем, правда, опять-таки предосторожности. В первую очередь это синдром удлиненного интервала КУТЭ. Да. Потому что очень много людей, достаточно большое количество людей со скрытым синдромом удлинения КУТЭ. И поэтому это не вариант применения этой схемы при легком течении даже заболевания. А хинины-то, в общем, далеко не безобидные. Абсолютно не безобидные препараты. Но у нас все-таки отработана схема профилактики гидроксихлорахином в лучшей степени при посещении малярийных эндомичных очагов. Мы знаем токсичность этого препарата. Вы вчера швепц выпили, кстати? Да. Я просто напоминаю. Да, после нашего разговора. Да, я напоминаю зрителям, что напиток швепц мы не рекламируем его. Ну, господа, в каждой шутке издули шутки. Да, но он содержит небольшое количество хинины, поэтому такой специфический вкус. И даже есть такая, ну, ничем не подтвержденная теория, что во время индийских войн английским солдатам давали хинин, очень горький, чуть ли не талон горькости. А чтобы они его выпивали, они его вмешали с джином. Да, ну, джин-стоник, да, профилактика малярии, профилактика кишечных инфекций. Да, да, да. Не совет. Нет. А есть российский препарат, как российский? Он не российский, конечно, мифлохин. Это препарат, который был разработан, если не ошибаюсь, Хоффман-Лярош, опять с теми же самыми целями. Он более токсичен, чем гидроксихлорахин, и чем хлорахин, кстати. И поэтому, ну, несмотря на то, что опять у нас средства массовой информации опубликовали, что в России разработан некий чудо-препарат, опять-таки. Нет, его сейчас, может быть, попытаются испытывать вместе с, наряду с этими препаратами, но это отнюдь не панацея. Более того, если он продается в аптеках, не надо его пить профилактически. Это очень токсичный препарат. Его должен назначать врач, и должен быть очень жесткий контроль за состоянием здоровья. Из-за сопутствующей терапии. Про исследования с рем-десивиром, я уже говорил, препарат разработан для Эбола. Лапиновир и ретеновир продолжаются исследования сейчас, потому что, ну, как бы включили. Ну, сейчас практически рекомендация такая, что практически всем тяжелым больным дается эта комбинация. Тяжелым? Тяжелым. Тяжелым, прошу заметить. Всем тяжелым. Потому что легкое течение заболевания, оно не требует обязательного лечения. Да, вот это очень важно. Здесь по усмотрению, по факторам риска и так далее. Вот то, о чем говорил Азартан, потому что все-таки воспаление в легких и попытка воздействовать на ангиотензин. То есть, скорее даже, это не попытка действовать на вирусное, на прикрепление вируса, а именно как противовоспалительное действие. Да, да. То есть, плеотропный эффект сартанов. Нет, эти исследования, они как раз проходят именно при наличии воспаления, при наличии внимания. Вот. Это не профилактические исследования. Здесь профилактических исследований нет. Тацелизумаб и сарелумаб – это препараты, которые на уровне моноклонального антитела антиинтерликин-6. Препараты, опять-таки, подавляющие избыточные воспалительные реакции. В том числе вот этот цитокиновый шторм. Да, цитокиновый шторм. Но, естественно, опять, ни в коем случае не для профилактики и не для легкого течения, потому что они срубают именно иммунитет. Подождите, а вот давайте просто напомним слушателям, вот они при каких заболеваниях сейчас применяются? Это системные заболевания. То есть, при системных заболеваниях сединительной тканью? Да, да, да. Это системные заболевания, да, в первую очередь. Да. Значит, ну, антиинтерликин-6. То есть, это подавление системной воспалительной реакции организма. Угу. Поэтому, там, если дать, я не знаю, пациенту с легкой вирусной инфекцией, ну, ребят, мы получим генерализацию инфекции, в принципе, потому что мы, собственно, иммунитет задавим таким образом. То есть, идея их применения, это как раз-таки попытка подавить избыточную иммунную реакцию. Пока, пока что, ну, не очень обнадеживающие данные, кстати. А оксид азота ингаляции, это опять-таки при развернутом уже респиратуре. Ну, это у РДС. Да, у РДС. Это уже скорее лечение у РДС. И еще и фавипиравир и умифенавир, вот этот вот орбидол, да, продолжаются исследования как раз-таки при вирусном поражении вот этих антипротивовирусных препаратов. То есть, вот чисто противовирусных мы здесь имеем вот ремдисевир и фавипиравир, умифенавир и лапифенавир, я уже заговариваю, значит, ретенавир, извините, пожалуйста, да. Хорошо. Вот, то есть, это чисто противовирусные. Вот эти препараты, предположительно, гидросихлорохин, они влияют, затормаживают инкорпорирование из эндосомы коронавируса, собственно, в клетку. Но пока предварительные китайские данные что-то не очень обнадеживающие. Пока, увы и ах, на малых выборках эти данные не очень действительно обнадеживающие. Ну и вот, пожалуй, ситуация. Это вот сегодня с клиников Trials Goff взял, какие исследования проводятся по миру, их количество. Вот видно, какое количество международных исследований. Вот сразу хочу сказать, CERUM MAP, он исследуется и в России, просто, видимо, еще вот здесь вот не появилась эта циферка. Ну, то есть, исследование именно российское или мультицентровое исследование? Это мультицентровое исследование. В отношении российских исследований я залез на ГРЛС, но вот опять, вероятно, ГРЛС немножко запаздывает, потому что там пока данных каких-то нет, но по такой вот информации, неофициальной, там три исследования в России тоже какие-то стартовали. То есть, исследования проводятся, но будем надеяться, что в конечном итоге вот это огромное количество исследований к чему-то придет. Видно, что лидирует Китай, но оно, в общем, понятно. Они первые начали с этим бороться, они первые начали проводить исследования. Здесь не только исследования лекарств, здесь там исследования даже есть психологической помощи, но больше двух третий это исследования именно лекарственных препаратов. Ну, давайте некое резюме все-таки вот скажем, какую-то такую резюмирующую фразу, что, может быть, вы согласитесь, нет, что на сегодняшний день у нас надежных противовирусных препаратов. И в целом, даже, я не говорю про COVID-19, я вообще в целом против респираторных. Против респираторных заболеваний. Да, против респираторных, нет, я касаюсь только против респираторных, тем более, что сам пульмонолог, мне это особенно близко. Да, у нас надежных на сегодняшний день нет, исключая, может быть, точную работу ингибиторов нейроминидаза при липе. В очень-очень узком терапевтическом диапазоне, который может еще и сократиться. То есть, на сегодняшний день нет, но это не значит, что это никогда не появится, поскольку исследования ведутся. Я думаю, что они будут вестись и вообще по принципиально новому направлению. И надежды, да, как я уже в самом начале сказал, что иногда вот такие пандемии являются толчком для работы мысли. Да, и работы мысли. Но, к сожалению, нужно четко понимать, что для того, чтобы мы имели полноценный препарат, во-первых, нужны не только деньги, нужно и время. Нужно определенное время, потому что никакое ретроспективное исследование, в общем, не может быть убедительным. Только вот прохождение, ну, минимум пятилетнего, так сказать, даже при всех ускорениях, минимум пятилетнего наполнения. Но могу сказать, что течение любой респираторной вирусной инфекции все равно носит, ну, по эпидемическим вещам, носит все-таки такой характер волны. То есть, пик достигается, и дальше идет естественное снижение. То есть, никаких оснований говорить о том, что именно вот эта пандемия самая опасная, самая тяжелая и сметет с лица земли человечество, в общем, не похоже на это. И пример тому, прежде всего, Китай. Да, прежде всего. То есть, вот абсолютно классическая, так сказать, система прохождения любой респираторной инфекции, независимо от ее летальности, независимо от ее, скажем так, периода заражения и прочих особенностей. Все равно все подчиняется, в общем, законам эпидемиологии. И никто их пока не отменял. Олег Букадыч, давайте мы дадим время для собирания вопросов. Мы сделаем 5-7 минут. Да, мы сделаем перерыв, там буквально 20 минут, я думаю. Да, и потом, по возможности, ответим на вопросы зрителей. Мы специально оставили достаточно времени, чтобы ответить на эти вопросы. Уважаемые коллеги, мы подождали немножечко, получили ряд вопросов. Я смотрю, передо мной список вопросов, что многие вопросы были присланы в начале презентации. В общем, придется некоторые вещи повторить очень коротко. Олег Букадыч, давайте начинаем. Давайте сразу, потому что очень много вопросов конкретных по препаратам. Эффективны ли фавипировир и рибавирин при COVID-19? Безопасны ли эти препараты? В отношении фавипировира сейчас проводится несколько исследований. Первые результаты, ну, они не самые такие вот радостные, но это на не очень большом количестве пациентов. Я имею в виду китайские исследования, поэтому исследования продолжаются. Рибавирин пока что использовался в качестве препарата выбора при тяжелом течении. Тоже вошел в некоторые рекомендации, начали им лечить. Ну, в общем, пока что данных об эффективности подтверждающих нет. А в отношении безопасности, ну, как и любые противовирусные препараты, это серьезные противовирусные препараты, имеющие мишень определенную, то есть для них описан определенный спектр побочных эффектов, поэтому при легком течении, и упаси Боже, для профилактики их принимать не следует. Так, следующий вопрос. Эффективны ли противомалярийные препараты, конкретно лориам? Лориам – это тот препарат, который прорекламировали именно в российских новостных агентствах. Сейчас эти препараты изучаются, противомалярийные препараты, в том числе лориам. Лориам – это коммерческое название, по-моему, Хопан Лерош как раз под этим названием выпускает этот препарат. Ну, а эффективность их пока еще не подтверждена, но исследования по этим препаратам идут, и пока что... Олег Бугарович, а вот, по-моему, как раз Вы говорили, что есть хинин, то есть менее токсичные боли, это как раз из боли. Это боли, это, пожалуй, этот препарат из препаратов, который применяется, это наиболее, пожалуй, токсичный препарат. Я просто сразу хочу сказать, я об этом не сказал. Я слышал, что вот опять у нас начали, у нас не только процетамол начали сносить в аптеках, но у нас повынесли весь плаквинил и дологил. И пациенты, которым реально нужен препарат с системными заболеваниями, вот они сейчас сидят и не понимают, откуда им взять. Упаси Бог, начать эти препараты принимать без показаний и самостоятельно, без консультации, без назначения врача. Это плохо, потому что это препараты, иммуномодуляторы, они, собственно, точно так же срубают иммунитет. Препараты, которые применяются при системных заболеваниях. Срубают иммунитеты, подавляют иммунитеты. Это второе их показание, это системные заболевания, это, по сути, подавление системного иммунного ответа. Поэтому, если для профилактики сейчас все подряд начнут применять эти препараты, мы не знаем, что получится. Есть схемы применения этих препаратов у контактеров, у потенциальных, которые получили контакты, у которых есть высокий риск заражения, потому что они постоянно работают, в основном медперсонал с пациентами с высокой вирусной нагрузкой. И, опять-таки, но это отдельная тема, которая требует дальнейшего изучения. Здравствуйте, эффективность азальтомивира при COVID-19. Есть ли положительные результаты исследований? Нет, положительных результатов исследований нет. Более того, если мы правильно понимаем в отношении азальтомивира, то все-таки у него одна мишень, это нейроминидаза. Он блокирует нейроминидазу. Коронавирус, у него нет этой мишени, он проникает в клетки совершенно другим путем. Азальтомивир – это препарат, показанный именно при гриппе. А и Б. Только А и Б. Можно ли получить Ваше критическое мнение о препарате эфирона, Андрей Георгиевич? Давайте я скажу, мы уже много делили в нашем круглом столе вопросам применения эфирона, в том числе ректального пути их введения, что, во-первых, это молекулы достаточно большие, это чужеродный белок, это первая ситуация. Во-вторых, большие проблемы с достижением терапевтической концентрации. При любом способе введения, что при орале мы вообще не говорим, но путем воздействия на слизистые, это относится, к сожалению, к эфирону, поэтому очень ограниченное использование. Как было сказано, биодоступность интерфирона в свечах небольшая, но эффект не отрицается. Нет, мы не отрицаем эффекты. Как бы никто не проводил исследования, чтобы показать, что эффекта нет. Но уж точно не COVID-19. Да, но к COVID-19 отношения в общем-то не имеет. В методических рекомендациях по COVID-19 в качестве меры профилактики указана возможность применения интерферона Альфа. Не профилактики. Здесь ошибка. Здесь ошибка, потому что в рекомендациях он как для лечения. Давайте комментировать. Можно рекомендовать в качестве профилактики? В качестве профилактики нет. Это тяжелая терапия все-таки. Многие противовирусные препараты до конца не изучены, даже в фармакокинетике. Как они оказались на рынке? Но это вопрос не к нам. Скорее мы не готов ответить. Не регулирующий орган. Да, мы не регуляторы, поэтому не знаю. Нет ответа по поводу профилактики интерфероном отечественного производства. Гриппферон, офитальмферон. Насколько эта профилактика имеет необходимость? Интерферон отечественного производства ничем не отличается от зарубежного производства интерферона. Сразу хочу сказать. Интерферон это интерферон. Про интерферон уже все сказали. Понятно, что профилактика не поможет. Но может быть надо вести правильный образ жизни, правильно питаться. Поможет ли это поддержать иммунитет, если заразился? Да, поможет. Да, поможет. Но я могу вам сказать, что исключая некоторые ситуации, вот эта очень модная тема, у меня снижен иммунитет. Но надо очень сильно постараться, чтобы действительно реально снизить иммунитет. Просто обычный нормальный образ жизни без излишеств каких-то вполне достаточен для того, чтобы поддерживать нормальную иммунную реакцию. Это очень совершенная система, удивительно совершенная система. А нормальное питание, нормальный образ жизни способствует, да, конечно. Уважаемые коллеги, что думаете о тилароне? Спасибо, извините, пожалуйста. Мне честно, у меня слово тиларон в голове крутится, это коммерческое название. Я забыл о непатитоне, номиновании препарата. Извините, я, увы, не подключен к всемирному разуму. Напишите мне куда-нибудь в соцсети, я обязательно отвечу на этот вопрос, потому что буквально сегодня, готовясь, что-то там про тиларон читал, думал, просто вот вылетело из головы, что это за молекула конкретно. Уважаемый Олег Букар, скажите, пожалуйста, какой самый эффективный препарат против вируса Эпштейна-Барда для идти 4-5 лет, говорить не буду. Неужели скажет? Я не скажу, потому что я не знаю. Может, и дай бог, чтобы кто-то вообще знал, да? Вот от этого, Мария Ильич. На ответ на этот вопрос, не знаю. Вы знаете, я тут немножечко вмешаюсь, мы уже говорили немножко в процессе круглого стола по поводу Эпштейна-Барда, вот затрагивали эту тему, что, скорее всего, вмешательство против вируса нужно при очень тяжелых формах. Вот это та ситуация, когда можно, в общем, и не лечить. То есть, в большинстве случаев, ну, острое проявление инфекционного мононуклеоза, значит, примените вы препараты против вирусные или не примените, у вас результат будет почти одинаковый. Вот о чем речь. Про лазертан повторить, пожалуйста. Повтори, пожалуйста, про лазертан. Ну, лазертан в данном случае позиционируется не как противовирусный препарат, хотя известна, так сказать, роль рецепторов ангиотензим-превращающего фермента, а как, скорее, препарат противовоспалительный, подавляющий интенсивность воспаления. Но ведутся исследования, и пока рано говорить. Олег Бухарович говорил как раз об очень интересном исследовании, которое опубликовано, наверное, в самом уважаемом журнале медицинском, как раз это очень интересовало, насколько применение ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов влияет на выживаемость, ну, на те конечные точки, которых у нас прежде всего. Но данные пока, предварительные данные, что не влияют, не влияют. Дальше посмотрим. Вот все-таки настаивают коллега, что в рекомендациях указано, что именно для профилактики, для медиков контактно с больными. Я бы не стал использовать интерфероны, непростые препараты для профилактических целей, поскольку вопрос не изучен, эффективность пока что остается сомнительной. Поэтому... А все, Теларон, все понятно. Значит, старый, как мир, препарат, который индуктор интерферона, да, все, извините, пожалуйста, действительно, все вспомнил. Вспомнил, что это такое. Вспомнил даже один из моих хороших друзей. И тут вот столкнулся с тем, что его отцу врач недавно категорической форме очень назначил этот препарат, порекомендовал его применение. Ну, вы знаете, нету никаких убедительных доказательств для того, в отношении того, что этот препарат реально имеет профилактический или лечебный эффект. И напоминаю еще по поводу всех индукторов интерферона, не только, значит, опасность цитокинового шторма, да. То есть, я, когда выступаю по поводу респираторных вирусных инфекций, острых бронхитов, которые тоже вирусную идеологию имеют, я всегда говорю, не надо загонять уже загнанную лошадь, потому что лучшего индуктора интерферона, чем сама вирусная инфекция, придумать невозможно. Ну, просто невозможно. Любая вирусная инфекция, это самый мощный индуктор интерферона. Это то, что мы с вами обсуждали. Я месяц назад перенес риновирусную инфекцию, просопливил 7 дней, это мощная индукция интерферона произошла. Вот, пожалуйста. Причем, это очень серьезная индукция. Если мы могли бы на это полагаться, мы могли бы пойти простым путем, а давайте всех сейчас перезаражаем каким-нибудь минимально неприятным риновирусом. Кстати, в истории человечества, вы помните, когда лечили сифилис с заражением малярией. Да, да, да. Это же потом перешли на пирогенал. Да. Но была такая проблема сифилисом. Он тогда тоже пандемия была на самом деле. И считали, что меньшее зло малярии. Спирохета погибает при высокой температуре и все. Ну, как раз таки сейчас, во всяком случае, фармакология, она сейчас идет по пути именно максимального таргетирования лекарственных препаратов, а не таких вот общих подходов, которые были характерны для медицины даже еще там ста или двухсот лет. Ну, конкретный пример – это моноклональные тела. Это уж большее таргетирование, наверное, трудно придумать, что называется. Да, ну вот по поводу теларона сказали. Ну, наверное, потому что хорошо, что еще оксалиновую мать никто не вспомнил. Нет, ну можно было утонуть, так сказать, в огромном количестве препаратов. Мне кажется, когда заходишь в аптеку, там очень много колдунских средств, они преобладают и они активно продвигаются. И, по-моему, на втором месте после различных косметических примочек и всяких средств для улучшения внешнего облика стоят так называемые противовирусные препараты. Ну, потому что проблема распространенная, а люди… Ну, действительно, это понятно, психология человека. Ну, что же мне теперь… Многие говорят, что же мне теперь сидеть и ждать, как я заболею и как у меня все это пройдет. Я же должен что-то делать. И вот, собственно, отсюда и действительно распространенность этих препаратов. Потому что люди боятся сидеть, сложа руки и ждать… Олег Вухарович, у нас передача, у нас канал… Для врачей. Для врачей. Для врачей, все-таки, да. Все-таки мы должны включать мозги, как я говорю, чтобы натуживался передний мозговой пузырь, прежде чем давать рекомендации. Потому что, к сожалению, мы сталкиваемся с той ситуацией, я реально говорю о реальной ситуации, когда больному с бронхиальной астмой уже, так сказать, проблемному назначаются те же интерфероны. Ну, это безответственная, так сказать, ситуация. Или назначаются больному совершенно препараты неэффективные, нулевые. Это по принципу, ну, хоть что-нибудь назначите. Послушайте, но мы живем в 21 веке. Ну, мы уже, так сказать, должны как-то подходить более серьезно к этой ситуации. Мне так кажется. Да, ну все, Андрей Георгиевич, у нас вопросы закончились. Дорогие коллеги, спасибо. Мы не в прайм-тайм выходили, но все равно активное участие. Ну, я пользуюсь случаем, хочу попросить еще раз, я уже просил Олега Букарыча. Я надеюсь, что все-таки будет по результатам вот уже этой презентации, по тому материалу, который есть, будет опубликована статья в журнале «Терапия». Да, и вы можете ознакомиться, где, может быть, более подробно будет по всем вопросам. В том числе, наверное, о медицине не забудете. Ну, что же, я на весь свет сейчас пообещаю, что это значит, что допишу, да, и куда мне деваться. Да, что делать. Спасибо за внимание. Спасибо вам большое, спасибо. Всего хорошего. Всего хорошего, не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова